вот дорогие друзья подошли мы к тому что мы начинаем делать закрывать наш каркасик делать полки полочки у нас будут такие то здесь мы будем использовать такие комбинированные здесь мы будем использовать оба термо баш а здесь просто липу я сейчас что делаю я сейчас вымеряю как он не будет какой мне нужно сделать промежуток что я делаю то есть да у меня вот она я положил уже по размеру и и выпилил это самая стартовая то нулевая точка отчета от нее у меня уже пойдет весь размер посмотрите что я сделал предварительно я когда вот это положил вот это у меня идет на эту сторону я ее также запилил предварительно в размер но сделал плотно то есть для чего это сделать плотно для того чтобы мне надо 7 дощечек да то есть мне надо высчитать наш промежуток промежуток который у нас будет между досками как я делаю смотрите грубо говоря у меня размер 70 сантиметров что я делаю я беру 070 сейчас сейчас вам секунду 70 делим на наши стыке то есть раз два три 4 5 6 промежутков на наши 6 промежутков и у нас получается 1 и 2 миллиметра то есть у нас получается то есть я в данном случае использую иногда я использую клинышки по 0 3 по 0 4 миллиметра на данном объекте я использую просто вагонка она у нас составляет 1 и 2 миллиметра то есть отлично все подошла вставили вагоночку между стыков и заровняли то есть для чего я это делаю сейчас я это все разбираю это я все разберу и чтобы у меня рисунок сходился чтобы у меня было все красиво сейчас я это все разберу я начинаю закладывать наши рисуночки вот это было изначально я это все сделал прям стык в стык вот здесь покажи зайди отсюда сверху людям не видно ничего вот я это сделал изначально так но зная о том что у меня здесь рисунок да вот так вот вырисовываться теперь я что делаю я беру наш размер это у нас составляет 1 и 2 миллиметра вставляю сюда и у меня получается здесь промежуток соответственно дальше я уже начинаю ловить вот этот промежуток да вот сюда вставлю сейчас туда вставлю и чтобы у меня рисунок был красивый то есть следующего у меня пойдет покорачивать следующая пойдет у меня дощечка вот сюда следующая вот сюда посмотрите здесь у меня промежуток в 1 и 2 миллиметра и вот здесь у меня промежуток в 1 и 2 миллиметра соответственно если я этот положу вот так ровно то у меня здесь промежутка не будет что я делаю я я сейчас запиливаю здесь по размеру вставляю туда клинышек и соответственно вот эту уже когда вставлю сюда два клинышка у меня рисунок будет сводиться сюда также я беру в вагоночку вставляю то есть у меня размер здесь сохраняется Здесь размер сохраняется И соответственно следующее у меня будет Тут размер сохраняться и вот тут Вот так вот я делаю рисунок Сейчас мы это все будем выпиливать То есть Изначально я всегда так делаю Изначально я делаю все в стык Выпиливаю То есть первые две Повторюсь Вот это нулевая точка отчета То есть от нее у меня идет уже весь размер Соответственно Вот эту я тоже кладу в стык То есть я ее делаю в ноль И кладу И соответственно потом когда я высчитываю уже Какой у меня будет промежуток оптимальный для данных полков То есть соответственно я уже Начинаю ровнять их То есть ну отпилю я сейчас там грубо говоря По один и По одному сантиметру Ну плюс где-то заточу Сейчас буду показывать вам как я это делаю Ну вот так вот я короче это делаю И получается да и камера Получается красивенький вот такой вот рисуночек Ну это вот сейчас встанет Здесь вот я сейчас запилюсь И получается вот такой красивый рисунок Вот так вот дорогие друзья Мы это делаем Вот дорогие друзья Короче выложил я сейчас верхнюю полку Как я и говорил она будет комбинированная Смотрите Дайте камеру Я вам покажу сейчас Вот так вот рисунок короче я выложил Смотрите Вот так вот рисуночек выложил Клиношки я использовал вагоночку То есть вот так это все выложено Вот так вот красивенько Обязательно сюда Сюда и сюда Вот так же у меня идет здесь Здесь и здесь Чтобы у нас вот этот рисунок был ровный Одинаковый Смотрите Есть такой нюанс По стенке когда выпускаете Видите вот я карандашик тут Черканул карандашиком Это означает Вот так вот На покажи Вы когда сомкнули Сделали свой рисунок Все у вас миллиметры сошлись Если вы делаете полку съемную В данном случае мы делаем съемную полку Она у нас будет вот так подниматься Ну сниматься, выноситься там То есть она будет съемная Делайте всегда зазор между стенками Вот здесь вот на одной Если вы сделали впритык Ничего страшного Взяли карандашиком И вот так вот потом Соответственно провели Все То есть вот это мне надо будет снять И отпилить Дальше смотрите Это у нас нулевая точка Как я уже говорил ранее Это нолик И мы начинаем исходить из этого И выпиливать свои размеры То есть смотрите Берем допустим размер Вот мы выпилили И вот эти торцы у нас остались Что я делаю Я беру просто дощечку От полков, от материала Подставляю Беру карандашик И по карандашику уже это все Веду Соответственно что я сейчас сделаю Я сейчас Вот эту сторону Мне ее снимать не надо Мне не надо будет снять Единственную одну штучку Отпилить И чуть-чуть шкурануть ее Я ее сейчас буду крепить Закреплю, покажу Вот эти Когда я вот это закреплю сейчас Вот эту часть я Соответственно сниму Полностью все И отторцую То есть вот эти концы Будут ровные Есть такая еще Большая хитрость Смотрите То есть вы вот отпилили Покажи Вот наглядно Что было Ну вот Тут она Заводской запил Вот вы отпилили Отпилена у вас Чтобы сделать Вот так вот красивенько Ну вот тут можно показать Красивенько закругленно То есть что я делаю Я беру вот такую приблуду Вот это отшлифовальная От болгарки Отшлифовки И Вот такими движениями Я зашкуриваю Наш Так скажем Торец Да Ну вот так вот Зашкурили И получается Вот такая вот Красивенько Зашкуренная дощечка Вот такая закруглененькая Такая красивенькая И соответственно Я ее уже вкладываю Вот так вот короче Мы сделали Верхняя наша полка Сейчас мы ее прикрепим И я вам это Обязательно покажу Как мы ее прикрепили То есть она будет заключаться Крепеж будет Двухэтапный Объясню почему Вот Поэтому Смотрим И ставим лайки Двухэтапный